Друзья, ну что, у нас завершается аукцион. Мы видим, до конца торгов осталось всего 3 минуты, 82 ставки. Давайте обновим страницу, посмотрим, что сейчас. Конечно, уже 40 тысяч гривен. Гляньте, видите, обновилось у нас, добавилось 5 минут. В целом, что можно сказать про эту монету? Давайте посмотрим, кто поставил. Остап у нас лидирует. Монета действительно нечастая. Она считается пробной монетой. Мы видим, что тут даже видеоролик прикреплен. Это про эту монету к гривну 92 года. Здесь у нас толстая заготовка. Кстати, дополнительные фотографии мы видим у нас есть в прикрепленном формате. Кстати, были некоторые подозрения, что эта монета сделана из двух монет. Но смысл делать, вскреплять две монеты 1992 года, потому что сама монета 92 года сама по себе редкая. Так что, мне кажется, что, скорее всего, это оригинальная монета. Хотя в Украине реально сейчас экспертов, которые готовы письменно подтвердить подлинность монет, довольно, чтобы сказать, мало. Их можно по пальцам пересчитать людей, которые держали такие монеты у себя в руках. И у кого они есть в коллекции, монеты, я думаю, порядка двух тысяч долларов могут набирать, могут стоить. Потому что это пробные монеты, которые делались на Луганском станкостроительном заводе. И однозначно это интересно, потому что история у нас такая, этих монет, что мы сами тестировали, мы сами пробовали то, как карбуваты, как чеканить эти монеты. Они не заказывались за границей. И сейчас, кстати, зимой самое время для того, чтобы продавать эту монету. Видим, что аккаунт здесь только созданный, нулевой, еще нет, не было продаж именно с этого аккаунта. Ну, хотя, я думаю, так оно и бывает, что когда какая-то редкая монета попадается к человеку, и он узнает про сайт Виолити, что можно выставить здесь и заработать хорошие деньги, то люди регистрируются. Однозначно будет заплачена комиссия с проданного лота сайту Виолити за то, что он был здесь выставлен. Как видим, запускалась, скорее всего, и реклама на данный лот, потому что порядка 400, почти 500 человек следит за этим лотом. И действительно, ну, такие лоты у нас, я не помню, чтобы на толстых заготовках продавались уже 40 тысяч гривен. Ну, и покупатель, мы однозначно видим, кто покупатель сейчас на данном этапе. Так, ну что, давайте посмотрим. Тут, конечно, очень много было разных вопросов, сомнений по подлинности этой монеты, потому как она была найдена. Очень интересная история, что ее хотели рассчитаться в магазине, но не приняли, и она отправилась в копилку, и через время ее вот достали и узнали, что можно выставить на сайте Виолити. Как вы видите, есть более крупные фотографии. 92-го года, к сожалению, у меня в коллекции гривны 92-го еще нет, но если бы я брал, я брал бы не на толстые заготовки, потому что это очень, скажем так, дорогая монета и пробная. Хотелось бы самую простую вариацию, например, с гуртом 1995-го года. Ну, бывают еще гурт 1994-го года, бывают вообще без гурта пробные монеты. Много дополнительных фотографий, давайте глянем, что там у нас по ставкам, кто-то ли добавил, кто-то еще ставку. Видим последние 48 секунд, давайте опустимся вниз и посмотрим что-то еще. 30 секунд до завершения торгов, давайте еще немножко полистаем данную ленту. Но в целом, я думаю, что правильное место, где выставлять монеты Украины, это сайт Виолити, потому что именно здесь сосредоточено огромное количество коллекционеров по монетам Украины. Видим много фотографий у нас в разном ракурсе. К сожалению, монету именно натирали, именно как-то ее пытались привести в состояние для продажи. Но, конечно, лучше этого не делать, потому что можно просто или поцарапать, или как-то убить монету, что, скажем так, только ухудшит ее состояние. Так, ну что, мне кажется, все. Это произошло. Это произошло. Монета у нас продана за 40 тысяч 2 гривны. Ну что ж, друзья, вот такой у нас первый проход, как я знаю, монеты на толстой заготовке 1 гривну 92-го года. Спасибо всем, кто посмотрел и следил за этим лотом. Действительно, это феноменально, это интересно. Пишите свое мнение, как вы думаете, сколько может стоить пробная монета, у которой просто единичные тиражи. Каким экспертам вы бы доверяли, покупая подобные монеты? Спасибо всем, кто посмотрел это видео. И всем пока, друзья.